Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем рассмотрение послания святого апостола Павла к Римлянам, пятая глава. Пятая глава, таким образом выделенная в нашем тексте, с одной стороны завершает, подытоживает рассуждение апостола Павла предшествующей главы, с другой, с середины главы начинает другую тему, связанную с предыдущей, но по сути своей являющейся новой ступенью в рассуждениях апостола Павла. Итак, первый стих. И так, оправдавши веру, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Оправдание, как мы уже говорили с вами, оправдание веры в спасительность, искупительные деяния Христа, примере человека с Богом. То есть, другими словами, оправдание и мир – это как бы грани, это составляющие одной реальности. Мы с вами знаем из опыта жизни, мы можем, например, человеку что-то простить, но если человек нас подвел очень серьезно, мы можем перестать ему доверять. Мы не захотим больше с ним общаться, сказав, например, что я тебя прощаю, но общаться с тобой уже больше, извини, не хочу. Таким образом, прощение – это еще не означает продолжение отношений. Вот продолжение отношений, оно и предполагается словом «примирение». Мы имеем мир с Богом через Господа Иисуса Христа. Апостол Павел никогда не говорит о том, что Бог примиряется с людьми. Он говорит о том, что человек примиряется с Богом. Именно человек находился во вражде с Богом, и поэтому он нуждается в примирении. И поскольку преграда греха снята, то дальше появляется возможность продолжения отношений. А в каком направлении эти отношения должны двигаться, что является их конечной целью? Об этом апостол Павел говорит во втором стихе. Мы имеем доступ к благодати, то есть к милости Божией, поскольку враждебное отношение к Богу, оно со стороны Бога могло вызывать лишь только гнев. Теперь же, примирившись с Богом, Бог относится к нам иначе. Мы имеем надежду и хвалимся благодатью Божией. Но конечная цель этой благости, этого благоволения Божия к нам является слава Божия. Эту славу Божию мы уже неоднократно с вами упоминали. Вспомним 3 глава 23 стих. Все согрешили, лишены славы Божией. Слава Божия — это слава надмирная, слава, которая существует за пределами этого мира. Это слава, в которой Христос уже пребывает и находится. И поэтому эту славу вместе с ним призваны разделить люди, поскольку от этой славы они отпали в результате грехопадения Адама. И, по сути, свои отрывки 5-8, эти четыре главы, они являются именно указанием на то, каким же образом человек может достичь этой славы. Какие этапы он должен пройти. И попутно, как мы с вами видим, апостол Павел излагает разные аспекты греха, разное понимание греха. Для него грех не является только виной. Грех связан и с другими моментами, о чем мы с вами сейчас увидим. В то же время парадокс вот этой хвалы Бога, о которой говорит апостол Павел, и которой на самом-то деле не раз можно встретить его послание, в том, что, с одной стороны, человек призван к славе Божией. Это призвание следствует о его как раз неком предопределении и о его прерогативах. Но оказывается, что в земной жизни, и, собственно говоря, миссионерская деятельность апостола Павла является тому ярким подтверждением, жизнь человека, она зачастую перенасыщена скорбями. И, конечно, не просто соединить, не просто уложить вместе, как одно соединяется с другим, как оно может уживаться. Человек является наследником славы Божьей. Бог предназначил его к тому, чтобы он занял первое положение, чтобы слава Божия коснулась всего, чтобы он эту славу с ним разделил. И вдруг жизнь человека, она может быть переполнена скорбями. Где же здесь благоволение, где благодать? Апостол Павел эту тему будет поднимать неоднократно в послании к римлянам, и в других посланиях она занимает зачастую ведущее центральное место, потому что действительно это противоречие, оно нуждается в объяснении. И в объяснении, конечно, для аудитории ранней церкви. Люди выходили из языческого многобожия, они благодаря апостольской, миссионерской проповеди выбирали сторону Бога. И зачастую оказывается, что их выбор единого Бога, он как бы не то, что не давал им каких-то преимуществ в этой жизни, но и даже, может быть, наоборот, был сопряжен с тем, что в жизнь их входили новые трения, скорби, притеснения, гонения. И тогда возникал вопрос, а нужно ли бы сделать этот выбор, насколько он оправдан, или, может быть, он является ошибочным, если бы он не был бы сделан в жизни человека, этих скорбей не было бы вообще. И поэтому, конечно, тема скорбей, она является одной из ключевой в посланиях апостола Павла. Апостол Павел и о себе пишет не раз, о своем служении, иногда даже приводит его в пример, и осмысляет тему скорбей для своих адресатов. И здесь он говорит о том, что скорби производят терпение, а терпение бывает опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия и зла сердца наши Духом Святым, данным нам. Итак, одна из ключевых добродетелей, основа добродетели вообще является терпение. И человек не может научиться терпению, если в его жизни все как бы хорошо и благополучно, если не возникает проблем, трудностей или скорбей. Поэтому первое достоинство скорби, как, может быть, это не парадоксально звучало, для апостола Павла является приобретение терпения, снисхождение к разного рода ситуациям. Терпение, когда оно многоразлично, когда есть разные ситуации, которые вынуждают человека терпеть, дает ему некий опыт, но опыт, он как бы не просто провисает, он связан с надеждой, с упованием, а надежда не постыжает. То есть апостол Павел говорит о конечном спасении, о том, что терпение и опыт скорбей, они не просто являются неким жизненным опытом. Этот опыт, он выводит человека за грань этой земной жизни. Потому что дальше говорит о том, что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть дар Святого Духа, который получили верующие, он является свидетельством того, что Бог их любит. Потому что, опять же, мы понимаем, что любые скорби, они ставят этот центральный главный вопрос, а любит ли нас Бог, если Он попускает эти скорби, болезни, трудности, тяжелые обстоятельства, где эта любовь Божия, в чем она себя проявляет? И апостол Павел говорит о том, что любовь Божия, она не столько в каких-то внешних обстоятельствах жизни и в их переменах и изменениях, а в том, что Бог присутствует в нас, что Он с нами, что на самом-то деле наличие Святого Духа в нас, оно и является прямым доказательством того, что мы не покинуты, что Бог с нами. И Его любовь, она тоже с нами. И еще одним доказательством любви Божией для апостола Павла является смерть Иисуса Христа. Да, Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешником. Тем самым мы знаем, что в человеческих отношениях самопожертвования, как правило, являются исключением. Люди не хотят напрягаться, не хотят ради кого-то чем-то жертвовать. Конечно, исключения бывают, но они не многочисленны, а зачастую уникальны. Об этом говорит апостол Павел. Но Христос умирает за всех нас. Он не щадит себя. И эта беспощадность, эта жертвенность является прямым доказательством того, что действительно Бог нас любит. И, конечно, можно сказать, а ведь, возможно, было бы все по-другому, да, можно ли бы быть иначе, нежели этот путь спасения являлся единственным. Ну, не будем забегать вперед. На эти вопросы апостол Павел отвечает как и дальше в послании к римлянам, так и в последующих своих посланиях. И вот какой итог он делает своим рассуждением в предыдущих главах. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им о гнева, ибо если мы, будучи врагами, мы примирились с Богом смерти Его, сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Итак, еще раз проговорим. Оправдание приносит избавление от эскатологического гнева. Еще раз напомню, что оправдание – это судебное решение. И вот Бог это судебное решение выносит еще до начала всеобщего суда. Он оправдывает до того, как вынесет свой окончательный вердикт, и он делает людей невиновных. Почему? Да потому что если бы он, как мы понимаем, начал судить человечество, то не оправдался бы никто, виновны все, без каких-либо исключений. И поэтому для того, чтобы не осудить свое создание, Бог осуществляет свое спасение через своего сына, его смерть, воскресение и вознесение. И, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Его, примирившись, спасемся жизни Его. То есть, еще раз, оправдание и примирение – это еще не спасение. Это начальная точка прощения и восстановления отношений. Это указатель на то, что отношения с Богом должны развиваться. И о том, как это дальше будет просветить, апостол говорит дальше, то есть, вот как бы спасемся жизни Его. То есть, собственно говоря, мы действительно получаем жизнь Божию, жизнь воскресшего. И, конечно, все это вызывает у апостола похвалу и благодарение. Но это лишь заключение первой части послания, первой части доктринальной его части, потому что, на самом-то деле, первую и восьмую главу можно разделить на три части в зависимости от того, каким образом апостол Павел понимает грех. А понимает он его не только как вину, но и говорит о других аспектах. Прежде всего, он указывает на ту связь, которая существует между грехом и смертью. И эта связка, она идет от времен Адама. Человек не только сам грешит, но он наследует и последствия грехопадения в силу своей связи с Адамом, в силу своего рождения. И вот об этом апостол Павел говорит дальше. Посему как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ну, двенадцатый стих пятой главы вызвал многочисленные толкования и является ключевым для такого понятия, как первородный грех. И здесь возникает вопрос, что же мы унаследовали Адама, что, кроме человеческой природы, нас связывает с ним. И есть некоторые особенности. Дело в том, что у нас в синодальном переводе слово «потому что» выдано курсивом. Это связано с особенностями перевода этого стиха. И переводить на самом деле нужно либо «потому что» все согрешили, или «в нем все согрешили». В чем разница? «В нем согрешили» означает, что все человечество, оно имплицентно присутствовало в первом человеке, и в результате все оказались виновны в отступлении прародителя, потому что все согрешили. Означает, что все люди грешат и несут наказание за свои личные отступления. Может быть, для нас, людей современных, пронизанных духом индивидуализма, трудно согласиться с мыслью, что мы должны отвечать за преступления, которые не совершало, которые вообще отделены от которого мы многими тысячелетиями. И тем не менее, по-видимому, мысли апостола Павла более сродни именно это утверждение. То есть все люди оказались виновны в результате того, что сделал Адам. И дальше он говорит о том, что «Ибо до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Другими словами, если нет закона, нет и преступления. Человечество до Моисея не отступало ни от каких заповедей и установлений, потому что их просто у них не было. Только тогда, когда появились уже дополнительные заповеди с законодательством Моисея, люди поняли, что грешны на самом-то деле все. До Моисея непарадоксально звучали эти слова апостола Павла. Люди были безгрешны, грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея над несогрешившими, подобно преступлению Адама, которое есть образ будущего. Другими словами, хотя люди и сами не грешили, в том смысле, что они не нарушали никаких установлений, никаким образом не пренебрегали законом, которого просто не существовало, тем не менее они умирали. И апостол Павла стоит вопрос, а почему же они умирали, если, собственно, они были несогрешившими? А именно потому, что смерть, как наказание за отступление Адама, она переходила на последующие поколения людей. И Адама, здесь апостол Павел называет образ будущего, или образ, имеющего прийти от Адама, апостол Павел переходит ко Христу. Он рассматривает первого человека как коллективную личность, которая вбирает в себя все последующие поколения людей. Дело в том, что все-таки связь с Адамом, хотя и условно, но все-таки очевидно, понятно, что был первый человек, и от этого первого человека пошло все человечество. Значит, все-таки какая-то связь есть. Но как человечество связано со Христом? Дело в том, что в случае Адама он показывает, что отступление одного человека могут, как мы уже с вами сказали, затронуть всех людей без каких-либо исключений. И точно так же апостол говорит дальше о том, что и то, что совершил Христос, затронуло всех людей, и то, что сделал Христос, оно противоположно тому, что совершил Адам. Итак, деяния Христа уравновешивают грех Адама. Ибо если преступлением, 15 стих, одного подвигли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека Иисуса Христа преизбыточствуют для многих. Ибо дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление, к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Отметим с вами, что здесь апостол Павел, как мы с вами видим, постоянно повторяет слово «дар». То есть он подчеркивает, что то спасение, о котором он говорит, является именно незаслуженным. Это благое даяние, дар, который просто преподнесен человечеству. И еще один момент. Неслучайно апостол Павел говорит одно преступление, то есть другими словами, одно преступление Адама, оно уравновешивается не просто тем, что с Христос, а говорит к оправданию от многих преступлений. Другими словами, речь идет именно уже о той ситуации, которая возникла после возникновения закона, после его дарования, потому что закон умножает грех. Об этом апостол Павел скажет здесь чуть дальше. И тем самым деяния Христа, они как бы шире, они не только как бы уравновешивают совершенное Адамом, но и затрагивают последствия сообщения закона. «Ибо если преступлением одного и смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлюющие обилие благодати и дары праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». То есть царство смерти сменяется царством Иисуса Христа. И если, конечно, в царство смерти человек поступал с рождением неизбежно, то царство Иисуса Христа, он как бы еще должен для себя открытие обрести. Об этом апостол Павел скажет дальше в 6 главе. А пока он продолжает это сопоставление, это противопоставление, что было до Христа и что стало после. «Посему как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Мы уже об этом с вами сказали, что гнификация преступлений неизбежно привела к умножению греха. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». И в этом еще один парадокс утверждения апостола Павла. Конечно, здесь не надо все это заключать в какие-то временные рамки, но апостол хочет сказать, что ответом на умножение греха со стороны Бога явилось не осуждение человечества, а, наоборот, оправдание и праведность, которая ведет человека к жизни вечной. И здесь только еще остается один вопрос, а именно каким же образом человек может приобщиться к тому, что совершил для него Христос, каким образом устанавливается эта связь, взаимодействие между человеком и Спасителем. Об этом он скажет дальше в 6 главе.